Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Необходимо, чтобы Роспотребнадзор сформулировал требования, при соблюдении которых можно открываться. Переговоры хотят инициировать на этой неделе. Попов говорит, что настроен оптимистично. Программа Экономика. Третий год подряд в Кировской области снижаются темпы ввода жилья. В первом квартале 2020 года Кировстат зафиксировал падение объемов сдачи жилья на треть к первому кварталу 2019. За весь 2019 было построено 280 тысяч квадратных метров площади в многоквартирных домах, что на 11% меньше, чем в 2018 году, и на 21% меньше, чем в 2017. Для нормального воспроизводства жилфонда нужно в год сдавать не менее 1 квадратного метра на человека. В Кировской области сдается меньше в два раза. Экономика. На 101 ФМ. На сайте ФНС можно разобраться в правилах отсрочки по налогам. Налоговики обновили сервис проверкой возможности получения отсрочки в связи с COVID-19. Предведение ИНН или ОГРН. Он формирует информацию, по каким платежам возможна отсрочка, на какой период и в какой форме может быть изменен срок, какие документы для этого необходимы. По подсчетам УФНС на поддержку могут претендовать в Кировской области более 14 тысяч компаний и ИП. Отсрочку получат те, кто работает в сферах, признанных пострадавшими из-за ограничений на работу, если они потеряли более 10% доходов. При потере более 50% можно получить рассрочку по налогам на срок от 3 до 5 лет. Самые длительные сроки дают крупнейшим налогоплательщикам, стратегическим, системообразующим, градообразующим предприятиям. Экономика. В завершении о валютах на сегодня доллары 72 рубля 73 копейки, евро 79,12. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Программа «Экономика» на 101ФМ.